Очень простая омолаживающая антивозрастная маска сегодня представляется вашему вниманию. Можно использовать для домашних процедур обычный сырой тертый картофель. И на основе этого продукта сегодня я вам предлагаю вместе со мной сделать питательнейшую, омолаживающую и одновременно отшелушивающую верхний ороговевший слой клеток маску. Так что я уверена, эта маска станет вашей любимой. К тому же эту маску можно хранить в холодильнике и использовать в качестве недельного ухода. Использовать эту маску нужно 2-3 раза в неделю. Перед применением этой маски обязательно проверьте свою кожу на аллергенность, если вы впервые используете крахмал и мед. Нанесите на запястье или на сгиб локтя и смойте через 5-7 минут. Если нет зуда покраснения, аллергической реакции и неприятных ощущений, то эта маска идеально вам подходит. Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях сделать очень простую, но очень эффективную антивозрастную омолаживающую маску. Для ее приготовления нам понадобится всего лишь один картофель и все, я уверена, ингредиенты также у вас есть по-другому. И давайте приступим. Для приготовления этой маски нам понадобится обычный сырой картофель. Нужно взять картофель средней величины и, хорошо промыв, натереть на очень мелкой терке. Музыка 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 Нужно взять примерно 1 столовую ложку тертого картофеля. И не отжимая его, добавляем следующий ингредиент. Следующий компонент для этой маски нам понадобится обычная пищевая сода. Сода это лучший очиститель кожи и в сочетании с крахмалом, который дает плотность, упругость и эластичность, будет давать очень быстрый омолаживающий эффект. Нужно добавить 1 столовую ложку обычной пищевой соды. Музыка 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 Затем ополосните кожу лица прохладной водой Эта маска не требует тонизирования кожи Поэтому сразу после того, как смыли маску, нанесите легкий увлажняющий или питательный крем Рецепт которого вы также можете найти на моем канале Рецепты домашних кремов я предлагаю вам посмотреть в плейлисте крема Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях Всем мира, добра и красоты! С вами была Оксана, увидимся завтра с новым рецептом Всем всего хорошего! Пока-пока!